привет меня зовут назар давыдов человек который вам нужен особенно в турции за моей спиной фонтан и это центр площади дружбы народов ну или как-то так простонародье это называется парк матрешек по дорогам понял ты почему мы делаем обзор именно его потому что во многих апартаментах есть очень интересные буквально мы сделаем пару шагов и оказывается средиземное море между прочим и сегодня я начинаю цикл передач посвященных обзору важных вещей касаемо оформления документов всевозможных покупок продаж аренд и все что связано с деятельностью человека в турции нашего человека буду отвечать на ваши вопросы а именно носите вопросы которые не вошли в обзорную часть которую я делаю каждую субботу в 11 часов на моих прямых трансляциях я обратил внимание проанализировал все ваши вопросы что очень много вопросов вокруг недвижимости ведь многие люди приезжают сюда и думать где же жить что же купить для того чтобы жить у меня уже есть свой собственный опыт и я хочу им поделиться чтобы вам было попроще ведь не секрет что есть своя специфика в каждой стране а в такой колоритный красивый дружелюбный и богатые на всевозможные хорошее ощущение стране как турция они тоже есть и не всегда позитивные мы все рассмотрим есть большое количество вопросов касательно оформления всевозможных документов есть вопросы касательно покупки и продажи недвижимости аренды автомобиля квартиры и всевозможных туристических поездок если вы приехали отдыхать короче говоря все вопросы которые мне поступают я долго формировал и сейчас понял что это целая тема для цикла передач поэтому оформление вида на жительство покупка продажа всевозможные документы оформлением газа воды электричество подключение интернет это целая история пока подключил интернет я чуть не посидел хотя это уже седой но не это главное главное то что ваши вопросы не проходят бесследно каждого запрос не важен потому что я хочу сделать свой канал информативным и полезным прежде всего и так сегодня мы начинаем обзор русскоязычного района кони алты потому что очень важно где находится эта недвижимость которую вы приходите домой и вообще что вы называете домом сегодня я ознакомлю что такое рынка не алты где живут наши соотечественники их очень много есть еще другой район лара но это чуть попозже а сейчас я открою все секреты поделюсь сплетнями где дешевле где полезнее где быстрее поэтому давайте делать это вместе если у вас есть какие-то вопросы не стесняйтесь пишите я обязательно них отвечу либо письменно либо целым видео и сейчас я думаю что этот цикл передач будет посвящен именно обзору таких важных вещей для жизнедеятельности нашего брата подруги сестры в конце концов не бойся этого слова в турции вы спрашиваете я отвечаю ну а если вам нужна будет помощь то обращайтесь мой адрес назар . давидов собачка gmail.com ну и естественно многие другие мессенджеры тоже будут открыты для этого вопроса так что в районку нялты один из самых молодых объемов в анталии там за моей стеной ныряют а все почему потому что это комплекс где люди не только живут отдыхают здесь большое количество наших русскоязычных сограждан которые здесь отдыхают покупают апартаменты большой плавательный бассейн со специальным отделением небольшой такой секции для маленьких детишек вот ну естественно вода вся прочищается пылесосится специальными приборами не здесь можно купаться вольготно и проводить целые дни на пролет и возвращаясь к началу молодой районку нялты почему мы делаем обзор именно его потому что большое количество вопросов связано именно с тем где приобрести недвижимость где есть какие плюсы какие минусы потихонечку мы с этим с вами будем разбираться один из плюсов я считаю что это молодой район и здесь все запланировано по новому по модному широкие дороги хорошие развязки основном все новые постройки поэтому районку нялты пожалуй имеет плюс посмотрим дальше о минусах тоже я поговорю но сейчас плюс это новый комфортно и в ногу со временем сделанные постройки и вся инфраструктура в этом районе подобных апартаментах есть инфраструктура бассейна зачастую бывают бассейны и зимний и подземные парковки подземная парковка где можно оставить свой автомобиль когда у меня будет свой автомобиль тренажерные залы есть тренажерные залы в подобных апартаментах поэтому особо ты можно здесь провести все свое свободное время есть и детские площадки это детская площадка на которой ваши дети могут проводить свободное время вот свободы от переговоров и деловых встреч и конечно же большое количество всевозможных магазинов вокруг еще один плюс это магазин оптово розничной торговли метро именно поэтому наши сограждане очень часто выбирает этот район для того чтобы приобрести здесь недвижимость беседка где можно посидеть покурить если вы будете не курить то попить какого-нибудь напитка и посмотреть на горы запахом зелени но я думаю самое главное это все-таки природа и расположение сейчас мы с вами тоже находимся в одном из мест района куньялты улица которая имеет номер 4028 но не это самое главное самое главное что буквально мы сделаем пару шагов и оказывается совершенно другом мире друзья смотрите горы какая красивая природа звук цикад тишина спокойствие горный воздух сосны естественно горы он посмотрите горы сейчас слегка с посвящается солнышком которое заходит за горизонт и вот это тоже куньялты так что большущий плюс экологичность красота воздух горы ну и позитив район куньялты очень выгодно расположен между гор поблизости от моря и вместе с этим тишина современная система безопасности подразумевает определенные цифры в определенном порядке что все вместе является кодом шифром подобных комплексах очень все продумано эргономично добро пожаловать в планировку 3 плюс 1 туплекс пойдемте посмотрим что показываю здесь у нас комнаты душ ванна туалет всегда и зимой и летом одним цветом потому что вы можете одеваться зимой и летом в одну и ту же одежду который вам комфортно а именно хоть турса ходить потому что в анталии уже ждет газ и в районе алты в первую очередь вот уже установлены такие вот батареи которые зимой дают вас возможность очень комфортно себя чувствовать но летом конечно газ не особенно нужен но все равно пускай будет разные застройщики по-разному строят квартиры по разному издает эксплуатацию вот этот застройщик чем мне нравится у него всегда есть кухня уже готова причем хорошего качества часто бывает сименс вытяжки которые не лже вытяжки а настоящие с своим дымоходом плюс ко всем прочему очень интересно то что здесь есть уже готовый кондиционер который уже рабочий вы просто можете заряжать и включать и охлаждаться и нагреваться ламинат ну и все формитуры и окна хорошего качества поэтому я этого застройщика мог бы рекомендовать на всех дверях окнах условно специальные жалюзи электрические которые закрываются когда солнечный цвет заливает и жарит и открываются когда вы конечно сами захотите любое а и во многих апартаментах есть очень интересные планировки комнат в частности дубликс что такое дубликс это двухэтажная квартира которая чаще всего где-то от 3 плюс один по размерам за что только 3 плюс один это одна комната холл вместе с кухней остальные уже спальни по количеству спальный подразумеваться 1 плюс 1 2 2 3 и так далее они бывают на верхних этажах бывает на нижних этажах но о чем это я друзья о том что здесь есть большое количество апартаментов которые не стыдно предложить европейцам и нашим согражданам именно поэтому сюда и идут стройными рядами люди покупают недвижимость чтобы жить отдыхать и кайфовать в частности вот это вот квартира для примера 3 плюс 1 с бассейном со всей инфраструктуры стоит около 130 тысяч евро сауна в любое время готова воспринять ваших путей а а а а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Это PriyaTorzok Ходят слухи, что мэрия пообещала, что уберет это строение через пару лет. Ну, может быть, это все слухи и сплетни, но я и об этом с вами делюсь. Еще один небольшой минус. То, что на замечательной набережной, пляже везде есть галька, а не песок, как в ларе, к примеру. Спорный вопрос, потому что есть и тут тоже даже свои плюсы. Потому что при водном, при покрытии в воде гальки, очень прозрачная вода, приятнее. Ходить, нет, неприятнее, хорошо, неприятнее ходить, но можно тогда купить просто специальные тапочки за 15 лир и не мучиться. Вот это я, завистник, вот отвечаю. Потому что у нас, кстати, возник спор, что лучше, Лара или Тони Алты? Это извечный вопрос тех людей, которые живут в своих районах. И вы знаете, ответа ни у кого нет. Есть свои плюсы танца, свои плюсы здесь. Мне больше нравятся, откровенно говоря, Тони Алты и Хурма. В Ларе более весело, больше развлечений, больше всевозможных клубов. Но все-таки такой душевности, такой широты улиц и инфраструктуры нет. Тем более такой набережной нет. Так что вот, это я вот тем, кто снимает, говорю, потому что мы с ним спорим. Ну, на 7 вроде бы все. Плюсы явно гораздо весомее, чем минусы. Делайте сами выводы. По поводу недвижимости тоже сказал. Если вдруг захотите узнать какие-то нюансы, то пишите. Я либо отвечу письменно, либо сделаю какое-то специальное видео на сей счет. Ну, у нас будет специально сделанный цикл передач, касаемый всевозможных точных ответов на ваши вопросы. Прежде чем я забыл, все, спасибо. Дин Дон Дэй, Маасаляна, Гайдоги, Леглен, и наконец просто чао, друзья, пока. Еще один плюс. Это магазин оптово-торгового. Подземная парковка, где можно оставить свой автомобиль. Продолжение следует...